Добрый вечер, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Призвание». И хочу отметить, что наш новый сезон программы «Призвание» отметится тем, что мы пригласим и приглашаем в нашу программу молодых, талантливых, перспективных людей. Никого не секрет, что новое время, новые реалии диктуют свои правила и вырисовывают новые востребованные профессии сегодня. Одной из таких является профессия архитектора. Возможно, во многих, в сознании многих людей, эта профессия чисто сугубо мужская. Но я думаю, что мы сегодня этот миф развеем, поскольку талантливый человек, который ношу свое призвание в этой ипостаси, он принесет большую пользу не только в своей эстезии, но и своему государству. Итак, у нас сегодня в гостях представитель этой профессии. Я спешу вам представить молодую, очаровательно, талантливую Карину Цикоеву. Здравствуй, Карина. Здравствуйте. Карина окончила лице искусств имени Кольева, занималась долгое время вокалом, танцами, но выбрала совсем другую ипостась. В гостях архитектора. Она нам расскажет сегодня о том, как она пришла в профессию. Сегодня, на сегодняшний день. У тебя есть в этом отношении перспективы, планы и воплощения. Скажу так, выбор профессии дался мне нелегко, очень много сомнений, мыслей было и до последнего все менялось в зависимости от того, как менялось мое настроение. Но вот как бывает, называют судьбой, провидением, знаком. На очередном мероприятии после выступления ко мне подошел молодой человек, спросил, куда я хочу поступать, чем собираюсь дальше заниматься. Но я ему немного рассказала о том, что пою и рисую. Тогда у меня еще были мысли поступать на режиссерский факультет. И после того, как он меня выслушал, сказал следующую вещь. Я тоже в свое время мечтал поступить на режиссерский, но поступил на архитектурный. И рассказал мне в красках, какая это чудесная профессия и в первую очередь полезная. Скажем так, он меня воодушевил, вдохновил своими словами. И действительно, с тех пор у меня, меня не покидала мысль об этой профессии. Я узнала, что рядышком совсем в Владикавказе, в городе Владикавказ, есть факультет архитектурно-строительный ВСК ГМИ. И уже пошли естественные процессы, подготовки, экзаменов. И благо я поступила и счастлива, что в моей жизни все так сложилось. Тема моего дипломного проекта был культурно-просветительский комплекс здесь, в Южной Осетии. Там проводится анализ местности, насколько это актуально для данной местности. Он, кстати, располагается недалеко. Располагался у меня в проекте недалеко от нашего музея. Я хотела подчеркнуть логическую цепь от площади культурную, от площади через наши парки, через музей. И чтобы все это заканчивалось таким центром, где бы все виды искусства объединялись и собирались единое целое. У нас в городе, безусловно, за последнее время происходит много процессов. Город преобразуется, чему я искренне очень сильно рада. Скажем так, это даже не могу сказать, что проблема, но в российском регионе, сравнивая Европу и Россию, у нас немножко другие даже строительные нормы и правила, нежели в Европе. Поэтому требования совершенно разные и вкусовые предпочтения тоже разные. Но потихоньку это тоже меняется и глобализация, скажем так, не обходит ни одно государство, ни один город стороной. И уже нечто что-то более необычное появляется в России и уже есть в России тоже. Касательно нашего города могу сказать следующее, что оригинальная архитектура это очень хорошо, но суть архитектуры не только в том, чтобы появился некий интересный красивый объект, а насколько этот объект будет актуален как визуально в ту местность, вписывается в эту местность или нет, и логически, смысловую нагрузку, какую он будет нести для того места, где он будет располагаться. Потому что вообще люди привыкли к тому, что мы ходим, смотрим, и для нас наша среда является просто набором картинки. Но на самом деле она на нас очень сильно влияет психологически. То есть если нельзя сравнивать людей, которые воспитывались в среде каких-то разрушенных, скажем, зданий, заброшенных заводов, в этой среде будет расти один человек. В красивой, чистой, соответственно, вырасти другой человек, который, да, и вкус у него определенный будет, и ценить он будет другие вещи, и мыслить по-другому. Поэтому это играет очень важную роль. И нельзя внедрять что-то в определенную местность, что-то, что не будет вписываться. Это должно и людьми приниматься тоже. Тебя как художница для меня очень трогательная и обособленная, потому что я тебя открыла как художницу совсем недавно, кстати, в социальных сетях банально. Но смотреть такие новаторские картины, как у тебя, с символизмом, да, полные каким-то новым почерком, это надо непосредственно соприкасать с картиной. А то, что мы видим в социальных сетях, конечно, тоже впечатляет. Но мне бы хотелось, чтобы вот ты нас порадовала своей персональной выставкой и здесь, на Юге. Вообще расскажи нам, пожалуйста, вот об этом направлении. О чем твои картины? Что ты пытаешься донести в них? Вообще изначально изображение чего-либо на листе, холсте для меня было способом самовыражения, то, что нельзя было сказать словами. Бывают определенные настрои, определенное настроение. И это настроение, ты еще, может быть, не можешь осмыслить его в своей голове как следует, как какую-то мысль. Но когда ты берешь карандаш, кисть и начинаешь рисовать, то эта мысль начинает тебе диктовать, что рисовать. Зачастую бывает так, и мне кажется, не только у меня, что идея, рука, вернее, опережает идею, которую ты хочешь вложить в рисунок. То есть рисунок появляется, и, может быть, в конечном итоге ты еще не до конца осознаешь, что ты сотворил. А потом через некоторое время к тебе приходит мысль, «Ах, это же вот то, что ты хотел сказать». И уже приходит словесное оформление. Я даже могу сказать, что провела небольшой эксперимент и выкладывая определенные работы, ждала комментариев, потому что каждый человек это понимает по-своему. Часто просят объяснить. Вообще давать объяснение, ну не то чтобы объяснение, а название давать надо, потому что важно художнику немножко намекнуть, зрителю, а дальше уже дело за зрителем, то, как он это будет воспринимать. Может, он увидит вообще в этом что-то другое. Это, в принципе, его право. Но вот насчет эксперимента. Я, рисуя определенные вещи, я заранее знаю, как это может быть воспринято публикой. Хотя знаю, что мысль там заложена другая. Но и как бы выкладывая, вот этот процесс я и вижу, что люди зачастую видят просто верхнюю оболочку того, что ты изображаешь. И приятно бывает, когда человек заглядывает немного глубже, и видит помимо изображенного, пытается прочесть то, что бы это символизировало и означало. Карина, твоя многогранная натура не ограничивает себя в этом поставь. И видишь, ты не просто выбрала работу архитектора, профессия имею в виду, но ты сегодня удачно воплощаешь свое преподавательский талант. То есть ты работаешь преподавателем в весе искусств, который благополучно кончил. Архитектор, художник, преподаватель, что тебе ближе и что связывает эти разные, может быть, и в чем-то общие грани. И еще у меня будет такой вопрос очень сущный. Кто повлиял на твое такое богатое мироощущение? И ты сегодня сама являешься преподавателем, носительным знанием, передаешь их подрастающему поколению. Чем это в поколении? В том же лице искусства отличается, допустим, от вашего? Какие тенденции ты отмечаешь уже в этой молодежи? В первую очередь хочу сказать, что поменялся, грубо говоря, ресурс. Дети пошли очень талантливые. То есть в мое время, да, мы тоже рисовали, творили, были талантливые люди. Но сейчас именно как массой идут талантливые дети. Они мыслят нестандартно, неординарно и очень по-разному. И для себя главным пунктом я сделала то, чтобы не ломать и не переучивать детей, и не учить их видеть мир таким, каким вижу его я, а стараться понять, как видит ребенок этот мир, и помочь ему в том, чтобы он мог передавать это своими какими-то средствами. А что не менялось? Информацией больше стало? Я думаю, да. Конечно же, повлияло время соцсетей, интернета, доступа. Они больше видят, больше впитывают и, соответственно, мыслят шире. Как учитель я формирую детей и учу их не только рисовать грамотно, а учу их также воспринимать мир правильно. Потому что мало показать ребенку картину. Важно объяснить, как читать картины. То есть если человек или ребенок всего этого не будет знать, он и не сможет до конца познать все это. Поэтому и в этом смысле я стараюсь влиять на людей. И как архитектор влияю на людей через пространство, скажем так, и как художник. Но скажу так, если профессия архитектора и учителя, она очень ответственна, потому что в многом ограничении архитектура тоже это не просто там полная свобода, когда ты можешь рисовать какие угодно красивые здания. Это надо думать о том, как это будет строиться с инженерной точки зрения. Поэтому тут как бы человек ограничен. А то, что касается художественного искусства, изобразительного искусства, тут, конечно, больше свободы. И человеку легче самовыражаться, так как он ничем не ограничен. На твой взгляд, вот сегодня хотелось бы, чтобы побольше было архитекторов таких профессий, востребованы были бы как скульптор, потому что наш город нуждается в облике, в его благоустройстве, в совершенствовании. И все-таки вот на твой взгляд, какими качествами личными, тоже личностями должна быть, человек, который на эту стилю. Если человек позволит себе слишком много свободы, он не сможет состояться. Где-то надо проявить в хорошем смысле наглость. Где-то не наглость, а настойчивость. Настойчивость. Где-то надо проявить бойцовский характер. Где-то надо промолчать и улыбнуться, быть тактичным. И такие профессии, они не только требуют того, чтобы выполнять свою работу как следует, а плюс к этому должны иметь представление во всех отраслях жизни. Потому что нельзя заниматься архитектурой и не изучать историю. Нельзя заниматься там... И не изучать этикет, знать какие-то языки, да. Философию. Это все влияет абсолютно. Как-то наш один преподаватель сказал очень умную вещь, что мысль не может родиться ни из ничего. То есть чем больше вы знаете, в широком смысле, в разных отраслях абсолютно, тем больше у вас поле для вдохновения и работы. Потому что сегодня тебя может вдохновить за рождение новой звезды. Карина, вот в таком ажурном духе я тебе желаю встретить новый рабочий день, оставаться всегда вдохновенной, вдохновляться на новые воплощения своих оригинальных задумок. Я думаю, что в твоей головке они есть и обязательно найдут свое воплощение в ближайшем будущем. Удачи тебе, гармонии тебе и творческого настроения. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok